Возможно, это самый суровый наш выпуск Правую девятку, смотри По звезду мне это... не смей ловить Самая красивая вообще спортсменка в мире И мы с Серегой Фейсковым пробовали вместе Поменьше он мне отдал, побольше себе взял Ты вылитый Кен Кен, парень-барлен Всем привет, мы в Обнинске И, возможно, это самый суровый наш выпуск А герой сегодняшний Миша Вековичев Пообщаемся с ним на темы, отвлеченные от плавни Но, естественно, пропустим это все через призму бассейна Узнаем его в качестве спортсмена и раскроем как личность Миш, здорово! Привет! Добро пожаловать в мой родной город Мы сегодня в Обнинске снимаем Относительно недавно ты вернулся с чемпионата мира Две медали привез, серебро и бронзу, эстафеты Расскажи вообще общее впечатление, как все получилось, не все получилось Ну, блин, сейчас вспоминаешь, мурашки по коже пошли Прям такой период у меня в жизни, на самом деле, был Самый вообще очень ответственный и важный, наверное, самый такой эмоциональный чемпионат был И все результаты я там показал вообще достойные для себя И, наверное, оправдал ожидания и тренера, и родителей, и всех, кто у меня верил, и болельщиков Завоевали две медали, это вообще было очень радостно Я не ожидал, что меня в эстафету поставят комбинированную в последний день Но 4 по 200, да, мы вторые стали, это прям вообще такая Как Горелик сказал, мой тренер из Питера Он сказал, что это, типа, самое зрелищное эстафета за его вот все время, которое он тренирует Там 5 команд, да? Там 5 команд претендовал на первое, второе, третье место Мы все вот 4 по 200, 800 метров Просто пыли от бассейна, просто рука в руку Все вот эти вот, очень напряженное было Ну, а потом, да, в комбинированный я утром проплыл дельфином тоже Ну, на Кубке России вот у меня был такой момент, я проплыл, получается, 100 бат Утром 52, там, одну И хотел вечером в финальном заплыве показать уже там отборочный норматив 51,6 Но у меня в финале это не получилось, потому что там, ну, были такие определенные моменты технические И я проплыл так же, не удалось отобраться И на следующий день я снялся со всех дистанций Снялся с 50 бат, с 100 спины снялся И поставил заплыв себе на установление рекорда России Ну, и там уже просто вабанк Я взял парней, которые были готовы со мной проплыть эту дистанцию Там Даню Пахома со мной плыл И двое парней из Обнинска Ну, и все, и я встал и показал 51,6 Отборочный норматив на мир И главный тренер подошел, сказал Мы будем тебя рассматривать в эстафету Я говорю, ну, отлично, типа, еще один шанс будет на завоевание медали Ну, и так и получилось Расскажи, как вот эти заплывы на установление рекорда России Как это вообще? Это просто дополнительный заплыв, тебе дается второй шанс Часто плавают Как это вообще получается? Да, ну, вот в моем случае получилось, что я хотел, как бы, проплыть из 52 по нормативу И просто подошел к тренеру Он подошел к студиям, к секретариатам Спросил, вот, там, хотим проплыть на рекорд России Я говорю, да, да, без проблем, собирайте народ Там минимум три человека И все, и плывете Так и получилось, что я собрал, и после всех дистанций Ну, я снялся со всего Я на 100 спине первый финал зашел На 50 бат, я там тоже, ну, как бы, я проплыл так, не очень быстро Но я там пятый, что ли, финал зашел Ну, то есть мог, да, бороться за призы вполне вообще реально Я со всего снялся и говорю, снимайте, я пойду 100 бат На все деньги вообще, как говорится Ну, и в итоге все случилось так, как случилось Ну, вот смотри, Корея, давай вот так вот подведем итог Результаты есть Медали есть, эмоции офигенные Если взять за основу 100-бальную шкалу, на сколько оценишь? Ну, если бы я участвовал бы в личных номерах То, наверное, это было бы 100 баллов А пока, наверное, 90 Ну, есть куда расти Да, да, ну, если личные дистанции были бы Это было бы прям вообще максимальный топ Как раз про личные дистанции На России, на 200-вольной, ты пятый, да, по-моему, стал? Да, да Не попал в эстафету, получается, как тогда думали И я просто помню тебя Я был на чемпионате России И ты вообще, ну, типа, ни с кем не общался Был прям убитый Какие тогда были эмоции? И вообще, какой дальнейший путь до чемпионата мира? У меня просто, ну, да, бывают такие моменты Что вот, когда на основные соревнования приезжаю Я как бы стараюсь абстрагироваться Вообще всего, ну, такой не особо общительный Становлюсь прям, ну, концентрируюсь на том Что мне только надо На результате И все Ну, там просто момент был У меня травма была в начале года И я не смог нормально подготовиться к чемпионату России Ну, и, соответственно, таким, можно сказать, чудом отобрался на чемпионат мира Как бы я вообще, ну, хотел очень сильно прям Но травма не позволила показать результат На тот, который я был готов на самом деле Ну, да, просто думал, что четверо человек в эстафету отбирается Потом мне сказали, там, вот, нормативы есть Там, типа, пять человек берут в команду Я говорю, ну, слава бог, хоть в эстафету поеду Там, хоть как-то постараюсь там команде помочь Ну, вот смотри, ты говоришь, на мире была бы Для тебя вот сотка, сто процентов Если бы была личка Но, соответственно, вопрос такой вытекает Ты офигенный эстафетный боец Но в личке пока что-то как-то где-то не прет, не хватает Вот почему так происходит? И тебя это сильно парит? Ну, да нет, на самом деле не парит Потому что эстафеты, они такие зрелищные, конечно И ответственность прямо на тебе лежит гораздо выше, чем ты плывешь сам за себя То есть ты за четырех человек ответственность несешь И, ну, мне нравится Я завоевываю себе титулы У меня есть уже там и заслуженный мастер спорта звание За счет тех же эстафет То есть я не считаю, что эстафеты это намного прям хуже, чем ты лично плывешь в дистанцию Самое такое, я считаю, когда вот лично у меня было это в том году На чемпионате Европы в Глазго Я отобрался как раз в личный номер Я был вторым на России И как бы я и Миша Довголюк плыли И вот чистым тогда я стал Ну, как бы я вот тогда считал, что да, да, все хорошо И планировал, что на чемпионате мира тоже там первое-второе место на России И в личке поеду Ну, говорю, потому что травма И мне удалось показать результат Миш, предолимпийский сезон закончился Закончился довольно успешно Впереди более важный олимпийский Какие на него планы? Ну, блин, планы на самом деле очень грандиозные Хотелось бы и на 200 себя проявить Попасть не только в эстафету, но и во все личные программы И, конечно, рассчитываю на 100 дельфин То есть в планах две дистанции на Олимпийской операции Да, 200 кроль и 100 дельфин Две, ну, вообще, как казалось бы, не схожие дистанции 100 бат и 200 вольный Я помню, по юниорам ты еще плавал батом В основном ты ставил там рекорды соревнований на сотни бат Как получился вот этот переход от сотни бат к 200 вольный? Что поспособствовало? Саня знает, когда мы там по юношам, я же дельфином плавал и 100 и 200 Я помню, там первенство России первое, которое Саня знает, мне рассказывает С основным годом, да, мы поехали в Волгоград, получается Первенство России, мой основной год 98-99 И мы там с Данией Пахомовым Я только батом плавал кроли, я вообще не знал, как это делать Что там, мы эстафету у меня ставили, я кое-как там пытался плыть Ну, неплохо получалось Основные дистанции у меня были дельфином 100-200 И я там у Дани Пахомова выиграл сотню там на секунду практически 64-0 ты тогда с рекордом соревнований Да, и практически это юношеский рекорд России был Там буквально чуть-чуть не хватило На тот момент, да И все, и потом у меня случился какой-то на следующий год застой Просто я там поехал на следующий год 2015 на чемпионат Европы На первенство Европы, да, вот в Баку там первые европейские игры были Тоже отобрался на 100, на 200, на 50 В итоге туда приехал и вообще все ухудшил Вообще все, ни в финалы не попал, ни в полуфиналы Там нас четверо на каждой дистанции было И я четвертый на всех был То есть мне там вообще никаких шансов даже в полуфинал попасть не было И все, и тогда такой период Я думаю, типа, что делать, вот что делать И, ну, с тренером посовещали, говорит, давай попробуем кролем поплавать Ну и все, и 15-й год, получается, там На ЦФО я начал плавать Потом под конец года, потом там чемпионат России был в Казани И все, и я плавал потихоньку кролем, кролем, кролем Ну и дельфин тоже не забывал про него, тоже выступал И все, и в следующем году, получается, первый раз в 16-м На короткий мир я отбираюсь именно на 200 кроли Да, и тогда еще было, получается, первенство Европы по юношам тогда было И тогда вот эта Лидия Александровна Капкова рассмотрела потенциал мой именно в кроле То, что я могу кролем реально быстро плавать Я отобрался на 100 кроли, а она 200 не отобралась Она говорит, давай утром тебя поставим в эстафету 200 Попробуем, посмотрим, на что ты способен Она меня ставит утром, и я всех обгоняю из команды Она такая, ну все, мы тебя на вечер ставим Говорю, ну вообще супер вообще И вечером проплываю, тоже быстрее всех И все, и того, с того момента, с 16-го года, с первенства Европы Я начал именно кролем От безысходности пришел в кроли попер Да, ну так как-то сложилось Ну и сейчас вот я понимаю, что как бы дельфин у меня Как бы в прошлом я плавал, у меня получалось И сейчас я включаю дельфин И у меня тоже достаточно хорошо получается И как бы на следующий год я планирую именно 100 дельфин и 200 кроли Как раз видно, когда ты плывешь 200 вольный Что ты бывший дельфинист, у тебя крутые выходы Это даже на мире, когда плыли эстафету Было видно, на выходе ты догоняешь или обгоняешь кого-то Но по гладкой воде уже тебя начинают съедать Почему так? Ну да, да, мы это тоже как бы заметили Даже я вот в финале 4 по 200 с Чалмерсом плыл Да, и в трансляции было видно, что выходы я у него реально выигрываю Потом он меня догоняет по гладкой воде То есть чисто такая дистанционная скорость у меня вот страдает Над этим надо будет как бы работать А выходы, да, за счет того, что я в детстве очень много уделял внимания И выходам, и дельфину, как бы дельфинообразные движения Может от этого как бы и передалось как бы к лучшему Что я плаваю дельфином, а потом перешел на кроли И выходы остались такие хорошие Ну и все, да, ну с тренером обговаривали это все Как бы обсуждали, что выходы продолжаем тренировать так же, чтобы их делать Ну и работать над дистанционной скоростью Чтобы и выходы были, и дистанционная скорость не хромало, так сказать, чтобы Чалмерса в следующем году обогнать. Да-да-да, договорились, договорились. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, да? Да. Меня Миша, это очень приятно. Здравствуйте. Привет. Меня как зовут? Как? Меня Миша. Вот подарок твой. Спасибо большое, что поучаствовали в конкурсе, задали такой интересный вопрос. Вот, держи себе. Это Мадвеева, а это лично от меня моя именная шапочка и карточка с моим автографом. Давай, что, фоточку сделаем? Все, огонь. Их, Пау, тебе дашь? Расскажи нам, как это происходит вообще. А, ну вот это получается, когда шапочка от мира проходил, Мадвеев, ну, мой спонсор, участвовал, ну, компания принимала участие, ну, я принимал участие, мы делали совместный конкурс, получается, и зрители, болельщики должны были задать вопрос, а мы, как участники команды Мадвеев, все, кто подписывали контракт, должны были выбрать этот интересный вопрос. И вот мама, как зовут ее, я забыл. Лариса. Лариса задала, ну, очень, как бы, интересный вопрос, по моему мнению. Я его выбрал, и, соответственно, вот мы следили с победителем, и личными подпадалами. В бассейне полном, разбитом постепенно, ставлю рекорды на скорости глубину, за несколько секунд от угла до угла, могу проплыть легко по самому дну. Расскажи про условия твоего контракта с Медвейфом. Ну, там по большей части на самом деле конфиденциальная информация, то есть там суммы, я точно никакие разглашать не буду. Даже примерно или больше-меньше? Даже примерно и больше-меньше, да, спрашивайте, ничего говорить вам не буду, потому что это четко в контракте подписано, что никакие суммы нигде не должны быть размышлены. Расскажи тогда, как вы начали вообще сотрудничать? Ну, просто, ну, видел, что и Кирилл, и Вова выступают в этом бренде, и они мне посоветовали, сказали, что довольно-таки неплохие шорты делают, экипировку всю поставляют, как бы, и условия контракта соблюдают. Ну, я просто решил попробовать. Они прислали вот в Облинск сюда костюмы, получается, и мы, ну, Серега Фесиковым пробовали вместе, прислали два размера, получается, один поменьше. Поменьше он мне отдал, побольше себе взял. Ну, я проплыл, как бы показал вообще, ну, достойный такой результат. И понравились шорты, я вышел уже на представителя, написал ему, говорю, вот хотел бы попробовать, там, заключить с вами контракт, какие там условия можете предложить, и все. Ну, я на тот момент еще в Питере был. И я приехал к нему уже в офис, ну, и мы сидели, обсуждали, как можем начать сотрудничать. Они базируются в Питере, да? Да, они базируются в Питере вообще. Я приехал в офис, и просто обсудили условия, и практически там на следующий день я уже подписал контракт. А помимо денег они себя чем еще обеспечивают? Да. Экипировкой полностью. Полностью? Ну, что там? Ну, там есть фиксированная стоимость, на которой я могу в год у них брать экипировку. Ну, и все, гидрокостюмы, шапки, очки, там, полотенца, тапки, ну, все, что необходимо, они предоставляют. И ты только в них должен, соответственно, выступать? Ну, на всех соревнованиях, да, на всех соревнованиях, на тренировках, да. А вот что ты им, да, должен за то, что… Ну, с моей стороны это получается максимальная активность в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, там еще в Фейсбуке. У меня нет, ну, только… То есть, как хэштеги, отметки? Да, хэштеги, отметки, да. Ну, и по максимуму, как бы, показывать высокие результаты, чтобы светиться на соревнованиях, чтобы меня там везде крупно показывали, и был лейбл виден. Миш, у тебя есть тату? Да. Сколько штук? Три. Три? А что они означают для тебя? Почему ты их набил? Чему посвящены? Да. Ну, набиться все у меня акула. С самого детства вообще хотел, думаю, плавнем занимаюсь, хочется с морской такой тематикой. Почему не дельфин? Почему акул? Ну, не знаю, как хотелось ему такую грациозную, да, показать свою грациозность, мощность, да. Дельфин все-таки такое, да. Я сделал себе акулу. Здесь надпись у меня на руке означает, ну, на латыни написано, означает через трудности к достижению цели. Ну, то есть преодолевая все трудности и идти к цели, которую ты себе поставил. Ну, а на плече сделал недавно тоже, как бы давно хотел уже посидона с трезубцем и с компасом. Ну, а если бат, то надо бы на крестце бабочку, что ли, делать? На бабочку на спине, да. Если отбираешься на Олимпиаду 2020, кольца бьешь? Однозначно. Куда? Ну, я ставил уже место вот сюда, на бицепс. На правый? Да. Вот давай договоримся, что следующий выпуск снимаем уже с твоей новой тату. Через примерно год как раз. Через примерно год. С олимпиадой. Мы этого выпуска очень хотим. Да. Ну, если я отбираюсь на Олимпиаду, то да, я вас приглашаю в тату салон, в котором я буду делать. Отлично. И там прямо и с ними. Круто. Жмем руки. Жмем руки, договариваемся. Спасибо, парень. Миша, смотрим твой инстаграм, со соцсетями наблюдаем. Сборы, не сборы, вообще твоя жизнь. Ты очень много общаешься с девочками. С девушками в нашей сборной, много времени им уделяешь. Есть такое? Ну, откуда такая информация? Ну, истории. Вот истории со стороны. Да. Ну, постоянно много девчонок, ты один. Опять же, вот отдыхал, ты выкладывал истории. Два парня, там, семь девчонок вокруг. Ну, да. Так получилось, что общаемся, конечно. Мы одна команда. Мы на сборах и на соревнованиях как одно целое. Мы как единый механизм. Ну, естественно, так, что прям не общаться ни с кем не получается. Просто по-любому надо. Ты находишься в обществе, разговариваешь, общаешься, да. Вы одно целое, получается, с девчонками. И остальные пацаны где-то. Не, ну, одно целое, да, получилось. Просто, ну, на Кипре, наверное, многие там через Инстаграм, может, мы видели там. Да, да, да. И, ну, да, получилось так, что я просто не знал, где праздновать свой день рождения. И мы это обсуждали, когда были на чемпионате мира. И я, ну, с девчонками там в компании просто говорил, типа, вот у меня день рождения, я, ну, не знаю, где мне отпраздновать, там, либо в Обнинске компанию собирать, либо там, поехать куда-то. Они такие, вот мы на Кипре в это время будем, хочешь, приезжай к нам. Я говорю, ну, блин, хорошая идея, типа, если кого-нибудь там в компанию возьму из Обнинска, я с удовольствием там приеду. Ну, и все-таки мы приехали, я Максу пишу, звоню, говорю, поехали с девчонками на Кипре. День рождения отпразднуем. Он такой, да, да, брата, хорошая идея вообще. И все, мы купили билеты и улетели там через два дня на Кипр. Хорошо отдохнули? Вообще супер. Окей. В такой компании вообще замечательно. Наверное, самый лучший день рождения мой был. Ну, тогда скажи вот так. Ну, вот, в общем, тебе интереснее, приятнее общаться в женской компании или мужской? Да, как-то, не знаю, со всеми. Надо выбрать. Да, надо выбрать. Надо выбрать. Не знаю, наверное, с девчонками, да. О, конечно. Тогда такой вопрос. Сейчас с мальчиками скажу, подумаю. Да, не дай бог, конечно. Такой вопрос. Кто самая красивая девушка в нашей сборной? Одну надо назвать. Ну, так прям. Остальные не обидятся? Вообще, если не обидятся, не знаю. Ну, если основываться на выборе, как на Сальникова делают премии, то Маше Каменева, наверное. На твоем выборе, наверное, Маше Каменева. Ну, да, Маше Каменева. Самая красивая в нашей сборной Маша Каменева. Да. А самая сексуальная? Юля. Юля Ефимова. Да. За какую часть? За глаза. Красивые, зеленые. Да, да, да. А тогда самая красивая вообще спортсменка в мире любой вид спорта? Блюм. Пернила Блюм? Да. И самая сексуальная спортсменка. И она. Она даже? Классная. Мне она тоже нравится. У тебя какие-то уже мысли и истребления это есть, да? Да. Общался с ней на международных соревнованиях? Ну, нет. У меня, к сожалению, так уровень английского не позволяет. Я не это. А уровень датского? Очень хочется выучить английский, чтобы с ней пообщаться. Ну, Влад Гринёв выучил болгарский. Тебе надо учить, короче, английский, чтобы… Болгарский Влад Гринёв? Да. Да. Кому он там… Он просто себе… Просто, чтобы в среде себя чувствовать комфортно. На сборы в Болгарию гоняет. Ну, Влад такой, я знаю, он славится там подкатами красной национальности девчонкам. Миш, вот смотрим на тебя. Сейчас смотрели на твои фотографии. Володя, первый раз тебя сегодня увидел. Я тебя увидел вживую в первый раз. На фотках я тебя видел, но вживую увидел в первый раз. У тебя загарка, Лилия, Испания, все классно. Ты вылитый Кен. Кен. Парень Барби. Кен. Барби. Ну, Барби и… Парень Барби Кен. Ну, конечно. Я не сравниваю ни разу так. Никогда? Вот мы тут фоточку знаем. Он мне сказал, но реально похож. Да? Да, да. Поставим две твои фоточки. Мне друзья скидывали какого-то футболиста. Он давал интервью там. И он прям чисто вот лицо мое. Я тоже вот вам скину. Можешь вставить. Да, давай. Прям вот вообще один в один, как я. Вот сидит футболист, дает какое-то интервью на какой-то неизвестной команды. Прям вот вообще одно лицо. Я прям сам удивился. Думаю, ничего себе, так похож на меня. Сейчас вот ты такой, скажем так, Кен загорелый, красивый, спортивный. Насколько я помню, ты же в детстве был прям толстый. Тут не полненький. Тоже могу фоточку прислать, посмотреть. Не полненький, а прям толстый. Подписчикам показать. Ну, да. Да. Прям толстый был. А как? Плавание? Да. Как справился? Как избавился от веса? Ну, как-то, наверное, с возрастом. Просто я в детстве был. Потом начал взрослеть. Там рост пошел, живот убрался. Начал тренироваться. Какая-то физическая деятельность, наверное, позволила мне убрать там весь лишний вес мой. А какой возраст был? Ну, лет 10, наверное, там 12-13. А вот мы первый раз там в лагеря ездили. Там фотографии есть, конечно. Я прям смотрю, рука, лицо просто. Какое, да как я мог быть? Да, ты был хорош тогда. Можно на камеру нашим ребятам, в принципе, сказать. Если там вам 10-12 лет, то и у вас там лишний вес там, либо какие-то есть вопросы и проблемы, можно не париться. Над всем можно работать и избавляться. Ну, да, да, конечно. Вообще, несомненно, да. Ты начнешь какую-то деятельность делать, физическую именно. То есть там бегать, плавать, в любом случае. Ну, и, конечно, за питанием следить. То есть я начал потом. Мне, конечно, родители там в чем-то ограничили. Говорят, ты спортсмен. Вот это типа бургеры нельзя, там чипсы, кола. И все. Я сам это начал потом понимать. И само как-то там убралось. Ну, я не был таким, что прям вот прям толстый-толстый-толстый у меня было. Не, ну, естественно. Ну, жирок, да, там куза небольшое. Ну, а не так, что прям, как вот некоторые смотришь, там ходят там вообще нереально большие. Миш, ты зря в этой толстовке. Как известно, ты болеешь за «Спартак», верно? Да, да. Почему именно эта команда? Как вообще начал болеть? Какая история? Ну, не знаю. С самого детства как-то с друзьями ходили. И на матчи вроде и футбол смотрели. И вот друзья начали болеть, и я такой поддержал. Думаю, ну, пару матчей посмотрел, игра понравилась. Думаю, ну, буду за этой командой болеть. Думаю, вот уже, наверное, лет 5-6, наверное, слежу за матчами, за всеми. Чемпионство 2017. Праздновал как-то? Да, да. Да, нет, никак не праздновал. На самом деле он где-то на сборе был, наверное, как всегда. Ну, конечно, матч, естественно, смотрел. Такой матч пропустить грех, наверное, для болельщика вообще. Да, да. И поэтому, да, посмотрел, конечно, ну, праздновали, да. Порадовались. Если не плавание, то какой вид спорта? Куда? Куда ему положить? В правую девятку. В правую девятку? Смотри. Нормально? Как я сани положил? Ну, мне баскетбол нравится. Баскетбол, ну, не знаю, ну, баскетбол либо футбол, я думаю, у меня бы получилось, может, что-то. Ты был на Camp Nou недавно? Да. В Барселоне вы ходили. Чья вообще идея была? Потому что я видел, многие ходили. Вас 7 человек, ты говорил. Кто предложил? Ну, вообще, это такая общая, наверное, у нас компашка собралась. Мы общее решение приняли просто быть в Барселоне и не сходить на матч Барселоны или на стадион Camp Nou. То же самое, как побывать в Москве и не сходить на Красную площадь, да, я так считаю. Потому что это одна из самых таких больших, наверное, достопримечательностей в Барселоне. И мы пришли на экскурсию, посмотрели музей, вышли на поле, посмотрели масштаб вообще. И узнали, что... Мы были, получается, в среду, и узнали, что в воскресенье у них будет матч. И мы прям загорелись, вот, парни, давайте все возьмем. Мы прям там же, на этой же экскурсии, смотрели, сколько цены на билеты стоят. Ну, и потом приехали уже в гостиницу, посовещались, кого-то там предложили. Мы уже парни идею поддержали, и мы уже все вместе в большей компании собрались на матч. За сколько билет в итоге купили? За 150 евро. На человека? Да. Нормально. Какой сектор? Сектор, ну, на самом деле, не самые дорогие билеты. Это было прям посередине поля и сверху. Ну, типа семейная зона, по нашему понятию. Ну, это не фан-сектор. Просто мы пришли насладиться футболом игрой двух испанских команд. В этом отношении получилось вообще. Камп Ноу не такой уж и ноу? Ну, да. Внешне. Ну, такие стены просто бетонные. И выглядит так не очень. Старовато. Да, старовато. На каких-то еще стадионах был? Ну, открытие арены, естественно. Открытие арены было. Помню еще, когда мы в детстве с тренером ездили на какие-то соревнования, матчевую встречу в Германию, в Мюнхен. Ну, да. Я был вот на Альянсе арене. Альянсе арене. Да. Тоже у меня фотографии есть как там в детстве. Ну, мы просто вышли, там, сфотографируясь и ушли. Угу. Тогда я еще как-то не осознавал этого масштаба всего. Ну, вот в Мюнхене был. И, ну, все, получается. И на Обнинском кванте было. Ха-ха-ха-ха. Вмещает который тысяча две, наверное. Нормально. Рекламка. Два рекламы. Приходите. Так, давай маленький Блиц. Маленький Блиц. Вот здесь надо отвечать очень коротко и очень быстро. Один вариант. Два варианта. Выбирайте один из двух. Один ответ. Москва или Питер? Питер. Питер или Обнинск? Обнинск. Спартак или Зенит? Спартак. Питер или Калуга? Питер. Открытие или Компноу? Открытие. Квант или открытие? Квант. Ха-ха-ха-ха. Я буду преданный Обнинску. Тест пошел, да? Отлично. Ну, а смотри, а с точки зрения спортивной, у нас же впереди России всей Москва, Питер, Казань. Вот так три. Гранды такие обозначим, городские. Ну, с точки зрения спортивных результатов, чтобы расти, нет смысла туда переехать или здесь можно расти в Обнинске? Тем более, да. Можно на самом деле в Обнинске расти. Это все же от тренера как бы от тебя зависит. Если у тебя желание есть, ты как бы найдешь возможность. Но у меня сейчас так получается, что я достаточно удачно к тренеру попал, он меня довел до такого уровня, когда меня стали вызывать на сборы. И уже там на сборах как бы есть возможность тренироваться с тренерами из всей России. То есть не обязательно переезжать именно в этот город, чтобы попасть к этому тренеру. То есть можно поехать на сборы и как бы с этим тренером в бригаде тренироваться. Как у меня это и получается. Ты тренируешься, получается, с питерской бригадой и с Гореликом? Да, да. То есть здесь у меня тренер как бы он постоянно на контроле, постоянно меня контролирует, спрашивает, как я себя чувствую, задания спрашивает. Там постоянно с Гореликом, он с тренером из Питера, он постоянно на связи с ним. То есть спрашивают про меня, ну, интересуется, как я вообще тренируюсь, как я справляюсь с заданиями. То есть он прям очень сильно помогает мне достичь такого результата. Но мыслей переехать в Питер нет или выступать за Питер? Ну, пока нет, пока нет. Пока такая возможность есть, чтобы ездить на сборы и тренироваться вот именно с этим тренером. И пока вот мне, слава богу, сейчас с этого года начала область мне помогать в этом. То есть оплачивать мои переезды, перелеты, чтобы я тренироваться мог в Питер. То есть между сборами я тоже выезжаю в Питер, чтобы с этим тренером продолжить работу. А в бригаде у Горелика больше девчонок или парней? 50-50. Ну, получается, сколько там? Три парня и три девочки, да. Ну, я, Кирилл Пригода, Саня Федоров. И, получается, Темникова, Устинова и Каменева. Сейчас немного такой спойлер, еще одна Устинова начнется с нами тренироваться. Даша? Да. Которая в Америке сейчас? Да. Эксклюзивчиком попахивает, да? Спойлеры, спойлеры, да. Отлично. Ну, тогда следующий логичный вопрос. Как половая жизнь влияет на спорт? Сколько до соревнований надо воздерживаться? До какой поры можно? Или вообще постоянно можно? Ну, не знаю. Я как-то не запариваюсь над этим. Ну, тогда что можно? В ночь перед финалом там Европы и Кубка Мира можно и… Отдохнуть. Отдохнуть. Ну, не за ночь, конечно, хотя бы. Ну, я думаю, минимум там от три дня можно. Угу. Ну, то есть, ты вообще не паришься? Тебе нормально, когда хочется, тогда… Ну, да. Не всегда, конечно, когда хочется, но… Учим английский, учим английский. Да, учим английский. С кем ты корешишься, лучше всего общаешься из сборной России по плаванию? Ну, сборной, наверное, с Кириллом. С Пригодой. С Пригодой? Ну, мы с ним, потому что, ну, с Кириллом, ну, со всеми такие, с питерским, наверное. Потому что я и в Питере часто бываю. И на сборах я тренируюсь как бы с бригадой из Санкт-Петербурга, поэтому я и живу, соответственно, с ними. То есть, там, либо с Кириллом Пригодой. Вот мы в том году, блин, ну, полгода точно на сборах вместе жили. Мы прям настолько сблизились, что я когда к нему в Питер приезжаю, он в гости зовет. И здесь как бы тоже без проблем вообще. Ну, и вот с ним, наверное, с Дани по-хому. Поэтому, ну, да и со всеми, в принципе, в таких ладах. Человек такой неконфликтный, поэтому со всеми получается общий язык идти. То есть сборная больше такая прям, действительно, одна большая команда, либо группки отдельные? Ну, наверное, больше как по команде, но и по группкам тоже распределено. Есть такие моменты. А в целом атмосфера сборной какая? Да супер вообще. Дружелюбная, да, все друг друга поддерживают. Са пристала. Все друг друга поддерживают, да, мотивируют. Атмосфера такая там. А помогает поддерживать атмосферу вот эти постоянно, как уже традиция, после соревнований стоять в кругу и кричать «Россия, Россия!» «Россия! Россия! 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 Россия!» Или до соревнований как юниоры делают. Кто мы Россия? Не слышу Россия. Ну, вот это, кстати, да, по юниорам была тема, то, что кричалки прямо Лилия Александровна, я помню, даже на круглом, когда на сборе были, перед вылетом там, мы ходили в лес и просто всей командой вот этой кричалки наизусть кричали, пели. А вот, когда перешел уже в основную команду, такого нету вообще. Ну, после мира то, что было выкладывали. Ну, после мира это мы просто собрались, крикнули там «Россия! Россия! Россия!», чтобы, блин, бассейн нас запомнил. Ну, даже мы не пугали никого, потому что это был последний день, уже все разошлись, там, ну, никого не было. Мы просто в пустом бассейне покричали «Россия! Россия!», и все. А так, чтобы вот кричалки, вот такого вот в основной команде нету. То есть мы собираемся на трибунах, и там кто-то плывет, мы крикнем там «Россия! Вперед!», или там «Антон! Вперед!», «Кирилл! Вперед!». Кто плывет, там, ну, фамилия, кричи, там, имя, и вперед, и все. А вот как в сборной юношеской, как там, кричалки прямо, такого вот нету. Сборная «Россия!», это на больших соревнованиях, это такой закрытый клуб, или вы с иностранцами тоже общаетесь, и они к вам приходят? Вот такой есть коннект? Ну, это уже индивидуально. Кто с кем знаком, как бы подходим, без проблем вообще общаемся. Ну, и кто, насколько знает язык. Ну, да, кто, насколько знает язык, да. Кстати, вот с Блюм через Кирилла, так, немножко общался. С Кирилла, нормально. Ну, просто, да, он знает английский, ну, не в совершенстве вообще. Ну, так, поговорить, конечно, пообщаться, там, перекинуться какими-то фразами, он вообще без проблем. Номерочком обменяться там? Номерочком обменяться. С кем ты общался? Ну, в Instagram она мне не отвечает. Не отвечает? Блин. Сколько я ей сообщил? Ну, немного. Вернила, ответь Миша уже. Ну, так просто, я ей в комментариях иногда что-то пишу, или там вот все. Ну, в этом в директе. Ну, ты же по-английски пишешь? Да, конечно. По-английски, привет. Конечно, да, по-английски, но не отвечает. Кто самый веселый иностранец, пловец, с кем ты общался или видел со стороны, может, на твой взгляд? Ну, нет, со странцами. Просто я говорю, как я еще до этого сказал, что на соревнования приезжаю, я как-то такой... Абстрагируешься? Как бы, я не то, что там, типа, кого-то игнорирую, а просто, ну, я в себя реально ухожу. И мне прям, вот если к мне подойти, там кто-то развеселить меня, ну, тяжело будет. Потому что я в себе погружен, я как бы нацелен на результат. И подойти, там, общаться на какую-то тему, там, и ха-ха-ха-хи, ну, не знаю, не в моей тематике на соревнованиях. На сборах? На сборах, да, на сборах можно повеселиться. Ну, а вот с иностранцами пересекались же на сборах? На сборах мы очень редко с иностранцами пересекаемся вообще. То есть, мы когда на сборы уезжаем, это вот в Испании только мы были, то там, ну, кроме нас никого не было. Ну, и на остальных тоже мы в Армении, там, ну, я знаю из Армении Ваган. Вагана многие, наверное, знают. Вагана знают все его. Плавательные движухи Вагана все знают, да. Ну, вот он тоже очень веселый парень, да. Когда приезжаем в Армению, он тоже там с распростертыми объятиями встречает нас, целуемся, обнимаемся. Ну, да, конечно, в дружеской манере встречает нас. Ну, тоже, конечно, за это мы в Армении любим, что там такие люди. Там Ваган. Там Ваган, да. В Армении Ваган. Вопрос такой, ты книжки любишь читать? Ну, вообще в детстве не очень сильно любил, но в последнее время дал себе слово, обещание, что на сборах буду по одной книжке точно прочитывать. Ну, сейчас вот начал, когда был в Испании, книжку прочитал одну. Какую? Я прочитал, ну, я психологию люблю читать, по этому прочитаю Дэйла Карнеги. Как там жить, наслаждаться жизнью, типа вот так вот. Ну, там про взаимоотношения, там про личную психологию. А из художественной литературы что-нибудь читаешь? Не, из художественной. Ну, читал в детстве, там что-то, не знаю, капитанскую дочку, там еще что-то такое. Да, я обещал себе, как бы, одну книжку уже прочитал. Вот сейчас там с Машей Каменевой поменялись книжки. Что следующее? Слушай, не понял, как она тоже прочитала, но тоже по психологии книжка, она вот сейчас читала в Испании. И мы, получается, с ним поменялось. Она будет книжку читать в Греции, которую я читал в Испании, а я буду читать, которую она в Испании читала. А фильмы? Какие фильмы, может быть сериалы, что смотришь вообще? Сериалы в последнее время мы с Кириллом пересмотрели «Во все тяжкие». Вообще, это общий сериал. Ну, я начинал смотреть его, посмотрел там пару сезонов буквально. Потом, вот в начале года на сбор в ЦАХ поехали. Ну, там ЦАХ отзоре делать особо нечего, никаких развлечений нету. Мы просто лежали круглыми сутками сериал смотрели «Во все тяжкие» и все пять сезонов посмотрели. Ага. Да, потом недавно «Чернобыль» посмотрел. И как? Зашел к тебе? Ну, да, неплохо. Неплохо. Посмотрел. Когда в Владивостоке вот у Чемпионата мира готовились тоже. А фильмы? Полнометражные? Фильмы люблю смотреть, как в кино выходят. Люблю. Основанные на реальных событиях. То есть всякие там «Легенда номер 17», там «Движение вверх», «Лед». Однажды в Голливуде не смотрел? Новый, который сейчас. Да, да, да. Все хотелось ходить, но вот на сбор уехали в Испанию и не было возможности посмотреть. По музыке? По музыке какие предпочтения? Ну, по музыке вообще разные. Я меломан. То есть… Включи сейчас в машине три любимых трека. Три любимых трека? На данный момент. Ну… Это прямо ты сказать. Ну, что последнее зацепило? Что последнее зацепило? Да. Егор Крит, сверцеедка. Давай, врубай. Давай, красавчик. Ха-ха-ха-ха. Просто мы когда на Кипре были, мне это… ну, в клуб ходили. И это… ну, там часто наиграл. Ну, вкачал, она мне понравилась. На Кипре часто играла? Да. Ну, там клуб, называется Red Square, русский. Ага. Ну, да. Там уже… Да, приходили, там в основном русские играли треки. И как раз, когда мы приехали, Егор Крит только выпустил этот трек, получается. Егор Крит. Часто и в этом клубе, прям, каждую ночь практически вратег танцевали. А из иностранного? Из иностранного… Кодека Блэка люблю слушать, Лил Вейна люблю слушать. Кременему, конечно же. О-е-е. Да. Ну, вот, из последнего, что понравилось… Это вот, Асап Рокки послушал. Там, Эннебус называется. То есть, я меломан. Я могу и русскую попсу послушать, там, Егора Крита, и, ну, и таких зарубежных известных. Мы сейчас немножко покатаемся по Угницку под самый мощный и громкий трек из своего плейлиста. Ты не против? Да, да. Все, круто. Погнали. Миш, вспомни свое самое лучшее событие, воспоминание, связанное с плаванием. Связанное с плаванием… Это, наверное, последний чемпионат мира. Медали. Да, медали. Самое лучшее, самое мощное, да, такое впечатление? Не, еще бы я отметил, наверное, 2016 год, короткую воду в Канаду. Тоже два золота. Я приехал тогда, мне было 18 лет, и я вообще не понимал, где я нахожусь. Я серьезно не понимал. То есть, в 18 лет выиграть чемпионат мира – это просто… Чемпионат мира я не понимал, что происходит. Но я думаю, это мне снится. Я говорю, ущипните меня, чтобы я, блин, проснулся. И мне сказали, это сон, Миша, иди на тренировку, блин, плавай там по КМС, по мастеру спорту. А ты не просто там, еще и два золота. Два золота, да, мы четыре по двести, четыре по сто. Причем я плываю и утром эстафеты, и вечером, как бы. Я вообще думаю, ну и утром приеду, проплыву, там меня заменят. Я там какую-нибудь медальку зацеплю, что-нибудь получится. В резервном составе. Да, в итоге я отобрался, и четыре по сто меня поставили. Я на вечер попал, всех там утром обогнал. Две медали, две золотые, и я вообще приехал, я вот реально не осознавал, что происходит. Ну тогда, как бы, очень сильные родители мне сказали, типа, звезду мне это, не смей ловить. Эй, ты, сынок. Потому что я такой приехал уже в Омнинск, две медали, два золота, два, типа, звания, типа, заслуженного мастера спорта мне это присвоили, там сразу буквально. И я такой уже на эмоциональном подъеме, плечи расправил немного, ну и все. И мне тренер потом очень много со мной разговаривал на эту тему и родители. И я, как бы, понял, что, да, те, кто вот звездятся, вот так вот, потом обычно на второй план уходит. Ну да. И я понял, что, ну, прошло, был такой момент, как бы, в период в жизни, что вот я завоевал, так получилось, дай бог, что так сложилось, вообще супер, я был очень рад. Надо больше завоевывать теперь. Да, да, надо больше завоевывать, я уже думал, уже не эстафета, надо лично выигрывать. Ну и все. Не короткую воду, длинную. Да, и потом эти медали повесил, все это, страницу перевернул, как говорится, забыл про это все. И начал дальше работать, вообще не оглядываясь назад. Когда ты идешь по Обнинску, ты не чувствуешь себя выше и круче остальных жителей. Нет, вообще нет. Он по нему не ходит, он ездит на машине. Он ездит. И кидают мелочь в окно. Да, я вообще никогда не возвышаю себя над кем-то, то есть у меня нет такого, на самом деле, что я там вот приехал куда-то и там все, блин, подо мной ходят, этот король. Нет, такого у меня вообще нету, я вообще абсолютно со всеми там пообщаться могу и нормально. А у нас, кстати, в сборной вот нет этого пафоса от кого-нибудь не исходит? Нет. Нет? Нет. Все примерно равны? Ну да, у нас никто там выше там кого-то не стоит. Тот же самый Женя Рылов там выигрывает, все. Вообще, можно было сказать там типа звезда там ходит, а абсолютно со всеми общается наравне. Мне вообще абсолютно простой чувак. Абсолютно видели, видели. Бавали, знаем. Я с ним тоже, ну, люблю вообще общаться когда на сборах так и спросить и про тренировки там, ну, потому что он реально опытный. Я вижу, как тренер с ним работает и мне интересно у него узнать, как он вообще тренируется, как работает. И, ну, на сборах, на соревнованиях я часто так с ним просто общаюсь на эту тему. Ну, и он вообще интересно все рассказывает. И вспомни тогда свое самое худшее впечатление, может быть, воспоминание, момент, связанный с плаванием. Да, было, было. Баку, 15-й год. Когда все... Когда все мимо. Когда все, да, я хотел заканчивать на полном серьезе. А это как раз когда ничего не получалось? Когда вообще ничего. В 17-й год. В 17-й год. Да, в 17-й год мне было 16-й. Приехал, да. Ну, отобрался на 50, на 100, на чемпионате России. 53, там, сотню проплыл. Ну, что понимаете, 53, проплыл сотню, отобрался. Это был, там, второй, третий результат на Европе. То есть я ехал туда почти лидером. Я приехал, 56 проплыл. На 3 секунды хуже. Я помню, ты тогда очень плохо проплыл. Я вообще не попал никуда. Пацаны меня все обогнали. Я, там, 30-й, 40-й. Я просто выходил. Ну, тогда я вообще не понимал. Я был вроде как готов. Тренировался, все делал, все выполнял, все тренировки. Та-та, да, я все делал вообще. Приехал туда, и как вот первый полтинник проплыл, не задалось. И все. И потом уже там и сотню, и двести я выходил. Ну, и сказал еще, наверное, моя неопытность. Потому что первый международный старт. Я приехал, там, чемпионат Европы, этот, Баку, там, трибуны. Болельщиков очень много. Я выходил, и у меня мандраж был очень сильный. Я выходил, и у меня прям ноги тряслись, руки тряслись. И все. Я потом приехал и смотрю, думаю, 53 плыл, 56 проплыл. Что делать, что не так делать, что мне вообще сделать с собой. Ну, месяц потом не плавал, думал, ходил, что вообще-то как. Ну, и потом тоже родители, тренер, давай еще, еще. И я такой, ну, блин, типа, если начал этим делом заниматься, уже как бы руки отпускать, ну, не в моем стиле. Один год. Да. Проходит один год. Проходит один год, и слава богу, вот так все, конечно, получилось. Ну, я тогда вот сам себе дал слово, что я как бы руки не отпущу. Я ходил месяц загруженный, думал, блин, все, заканчивать. Ну, я думаю, вот закончу, что мне делать? Учиться, потом работку отойти. Вдруг, конечно, что-то получится, там, ну, дай еще раз попробую. Типа, раз не получится, как в бизнесе. Раз не получилось, так вошел еще, пробуешь, пробуешь, пока не получится. Так погоди, ты же на Кена похож, ты можешь в модельный бизнес пойти, не думал? Да. Ну, все, да, есть занятия, если закончить. Ну, это вот, получается, я приехал, месяц походил, побродил, ничего не поделал, думаю, блин, пойду плавать. И все. Ну, и начал, начал, все пошло вот так вот. И приплыв к Лонаду. Да. То есть надо еще как. Все эмоции у тебя и хорошие, и плохие, все с соревнованиями связано? Ну, да, да. Ну, пока я этим делом занимаюсь, пока моя жизнь связана со спортом, соревнованиями, с тренировками, да. Все мои впечатления связаны вот именно с соревнованиями. Угу. Миша, а почему детей нужно отдавать в плавание, твое мнение? Ну, на самом деле, и чтобы здоровье поддержать. И немаловажный фактор, чтобы дети не шарахались, где не надо. То есть у меня вот родители отдавали это именно, чтобы я рос здоровым, чтобы там крепким был, и чтобы я после школы там или после там еще чего-то не ходил там, не курил по подворотне, там пива не пил. Вот это, мне кажется, очень важный момент, именно отдавать, чтобы ребенок чем-то занимался. Угу. Третьему взрослому 1,9. 1,9, да. 1,9. Сильно, сильно. 10 лет это... Как зовут? Гриша. Гриш, мы желаем тебе удачи и добиться еще больших высот, чем твой брат. Да. Я сделаю, максимально приложу усилий, чтобы у тебя это все получилось. И у меня есть такая небольшая мечта, что когда-нибудь на заре моей карьеры мы где-нибудь вместе проплыем. В эстафете. В эстафете. Это будет просто топчик реально вообще. Круто. Будем этого ждать. И традиционный уже вопрос у нас. 3 главных совета начинающим пловцам от заслуженного мастера спорта и чемпиона мира Миша Вяковичева. Ну, наверное, это целеустремленность. Задаться какой-то целью и идти к ней вообще прям напролом. Ну, не обращать внимание на то, что тебе говорят, наверное, остальные, что у тебя там что-то не получится или еще что-то. Просто, ну, абстрагироваться и идти... Хейтеров отбрасывать. Хейтеров, да, отбрасывать и делать... Вера в себя. Второе, это, наверное, вера в себя. Цельюстремленность, вера в себя. Цельюстремленность, вера в себя. Блин, не знаю. Ну, наверное, два вот таких основных. Так, Миша, что разыгрываем? Ну, вот я привез получается с чемпионата мира. Это талисман. Вот это вот Чемпионат мира, который недавно был в Кванджу. Вот такой красивенький. О, круто. Это тюлень или кто это? Ты знаешь, кто это вообще, да? Нет, я... Покемон? Да. Как-то его звали, но я забыл уже, как его зовут. Победитель сам для себя решит, что это за штука. Да, и кличку ему даст какую-нибудь. Потом у меня есть три карточки. Это совместно с Мэдвейвом, со своим спонсором, который я подписал контракт с этого года. Это карточка со мной и, получается, с моим автографом и со всеми моими регалиями, кроме последнего, потому что карточки делали в начале года, не успели сделать. Тоже давай, передавай. Да, три карточки. И? И моя именная шапочка тоже Мэдвейв, моего спонсора, любимого. А что вам надо будет сделать, дорогие друзья? С 4 по 6 октября 2019 этого года Миша Вековищев выступает на этапе Кубка мира в Будапеште. По длинной воде, это важно, по длинной воде. Возьмем основную дистанцию 200 метров вольным стилем. Ваша задача, ваша задача написать точное время с которым, с точностью до сотых секунды, с которым проплывет Миша и его место. Тот, кто будет ближе всех или, может быть, угадает точно, получает желтую штуку. Это символ из Хванчжу, корейского чемпионата мира, корейский чемпионат мира. И карточку с автографом. Автографом Миши. Шапочка, жена. Это за второе место. За второе место у нас шапочка Миши и также карточка. То есть у нас разыгрывается 3 места в пьедестал. Третье место, вот эта карточка с автографом Миши Вековищева. Ждем ваших результатов. Угадывайте, ребята, пишите в комментариях. И ждем твоего результата. И не надо мне в директ писать и спрашивать, сколько я проплыву. Я никому не отвечу. Сами должны угадать. Но мы надеемся на рекорд и на первое место. Да. Я сделаю все возможное. Отлично. Спасибо тебе большое, Миша. Красавчик. Спасибо. Спасибо, было круто. Круто пообщались. Ты кайфанул? Да, вообще супер. Огонь, огонь. Аналогично. Вот такой вот он Миша Вековищев. Крутой спортсмен, веселый парень и настоящий красавчик. Настоящий кен российского плавания. К тому же самый настоящий командный игрок. Для него ведь важны в первую очередь результаты команды, а не личные. Но мы надеемся, что у Михаила и личные результаты пойдут по экспонентам. Забейте, чего мы ему искренне желаем. Миша, учи английский и датский, чтобы уметь признаться в любви на всех языках. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, участвуйте в наших розыгрышах. И не забывайте смотреть предыдущие видео. Всем пока. Всего доброго.